Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. — Марк, вы пытались как-то убедить Надежду все-таки обжаловать этот приговор? — Ну, много раз. С декабря встал вопрос, и я убеждал ее, что с процессуальной точки зрения обжалование необходимо. Во-первых, об этом много говорилось, что мы должны обжаловать в дальнейшем приговор в Европейской суде, а нужно две инстанции. Первая — апелляционная. Это первая причина. Вторая — ну, что там говорить, переговоры могут идти долго, а ее ведь теперь уже могут этапировать в соответствии с уголовным исполнителем, законодательно-процессуальным. А если бы все-таки была перспектива обжалования в Ростовском областном суде, то она продолжала бы несколько месяцев находиться в Новочеркасске, в СИЗО-3, и, в общем, это давало бы возможность контролировать ее местонахождение. Все-таки в колонии много будет сложнее, плюс там надо работать, ну, чего еще. Поэтому я ее убеждал все-таки подать эту операционную жалобу, как и моей коллеге, она наотрез отказалась, четыре раза писала письменные нам поручения о доверителе вправе по закону об адвокатской деятельности решать, нужна ли ему жалоба или нет. Причем причина ее отказа, они прозаические, она действительно убедилась в том, что суда в России нет, она этого не знала до того, как попала в Россию, впервые, кстати, в тюрьму. Убедилась, что суда нет и видит в этом абсолютную и полную бесполезность с точки зрения справедливости, закона и так далее. Суд является производным этой авторитарной власти, и она считает, что это потеря времени пустая. На нее, знаете, еще что повлияло? Я вам скажу, что на нее повлияло Сенцово дело, то есть она видела, что, значит, ему дали 20 лет, и, ну, вы знаете, там была военная подсудность, военного суда, и, собственно, апелляционная инстанция оставила в себе этот приговор, и он уже этапирован в Якутск, и она посчитала, что это пустая трата времени обжаловать приговор. Игорь Иванович, как вы считаете, Надежда одержала моральную победу над своими гонителями? Да, я думаю, что она поступает правильно, по сути, потому что, действительно, у нас неправовое государство. Еще в 17-м году, когда большевики захватили власть, Ленин запретил весь корпус закона в Российской империи, мы попали в неправовое пространство, неправовое поле. Еще Горбачев говорил, что нам надо построить правовое государство, после 70 лет коммунистического строительства он вдруг заявил, то есть мы, значит, были в неправовом. И мы остаемся в неправовом государстве теоретически и практически, мы знаем, что у нас телефонное право, и за одно и то же деяние могут давать какие угодно наказания, могут вообще не давать. Вот сейчас мы с Васильевой, все этот хвост продолжается, с Министерством обороны, я считаю вполне правдоподобными версиями о том, что пожар в Минобороне связан с тем, что горели архивы и документы, по которым можно было Васильеву привлечь. То есть Васильеву нельзя привлекать, значит, суд не будет. А вот здесь нужно наказать, значит, заказывать. Но надежда проявила удивительное мужество, удивительное мужество, которое, конечно, никто не ожидал. И я уверен, что когда ее хватали спецназовцы наши и ЛНРовские, ДНРовские там эти самые наемники, сепаратисты, они были уверены, что девчонка там, женщина, ее сломают сейчас, через 30 минут она во всем признается, все говорит и все сделает, все, что нужно. Оказалось, что она крепче наших спецназовцев, Александров и Трофимов, которые сидят в Украине, они уже 5 раз меняли показания, 10 раз признавались, а Савченко не прогнулась ни разу. И это вывод для всех нас, потому что победить в противостоянии саталитаризма можно только не идя на компромисс, можно проявляя невиданную мужество, твердость, жесткость, но это требует огромных сил. У нас на прямой связи из Киева Сергей Соболев, депутат Верховной Рады, член комитета по вопросам правовой политики и правосудия. Сергей Владиславович, как общественность Украина восприняла приговор? Надежда Савченко, вам слово, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я думаю, это абсолютно естественная реакция. Украинцы абсолютно четко понимали с самого начала, что это заказной процесс, что это процесс не только над Надей Савченко, это процесс фактически над Украиной. Поэтому вы видели такая реакция все эти месяцы продолжалась. Я думаю, что те, кто сегодня пробует рассказывать о том, что то, что Надя стала депутатом украинского парламента, членом парламентской асамбреи Совета Европы, это усложнило договоры почти. Я думаю, что задумок Путина был для нас сломать ее морально и показать, что в Украине одни дизверги и можно будет через судебный процесс это довести. Но не так стало, как хотелось Путину. Я думаю, что то, что он столкнулся с Надей, с ее мужеством, с ее стойкостью, об этом он даже не мог представить себе, когда задумывалась эта операция. Я уверен, что дальше об этой операции докладывали Путину лично уже. Поэтому то, что сегодня Надя это не просто рядовой офицер украинской армии, а просто Надя на сегодняшний день это и депутат парламентской асамбреи Совета Европы. Я думаю, что это во многом дает ответ на вопрос, насколько Путин лично и российское руководство игнорируют любые нормы международного права, поскольку здесь мы видим нарушение, прямое нарушение всех возможных норм международного права. Спасибо, Марк. Как ощущалось, что приговор диктует из Кремля? Ну, слушайте, там совершенно очевидно, что все даже на заседаниях ни о каком состязательном процессе речи не шло. То есть был непросто обвинительный уклон. Они отказались, что свидетели приглашаются? Нет, смотрите, там хуже. Они отказались приобщить ходатайствами документы из Киева полученные. Это не только экспертизы, письменные показания свидетелей, много чего еще. Хотя это надуманные совершенно основания, ссылались на 453 статью УПК относительно получения такого рода документов по запросу, причем отказы в 86-й статье, которая вступала в противоречие, адвокат вправе собирать доказательства, неважно где здесь территория не имеет значения. Тем более, что речь шла о преступлении на территории другого государства. Как же вы будете, как адвокат, выполнять свою функцию по защите, если не будете собирать доказательства в месте, где преступление, которое вы инкриминируете под защитным, произошло? Полный абсурд. Кстати, она сейчас, такая же ситуация, повторяется в результате процесса Клыха и Корпюка в Грозном. Судья точно так же отказывается приобщать документы из Украины, хотя по субъекту, субъективной стороны, речь идет о лицах, которые имеют иное гражданство, для характеристики личности, для обоснования того, что те же обвиняемые вообще не были в Чечне, не участвовали в войне. Тоже нужны эти документы, их отказываются приобщать. Помимо всего прочего, ну, я вам сказал, было огромное давление хотя бы уже в том, что, видите, как, сознавая, что процесс будет именно таким, а я знал это еще, так сказать, до начала всего, пригласил своих коллег в это дело, Новикова и Полозова, своего друга Николая Полозова, я, собственно, стал адвокатом. Я сосредоточился действительно на политической стороне процесса, знаю, что КАЭТ и может освободить Савченко. Примеры обратные, вы видите, это Сенцов и другие процессы ровно всех украинских граждан осудили. В течение процесса, например, да, значит, происходили вещи, которые выглядели как попытка укрыть отдельные, значит, важные свидетельства от глаз наблюдателя. Ну, например, показания Плотницкого. Мы же добились вызова Плотницкого, но заседание закрыли. А зачем вы его закрыли-то? Это главный, ключевой свидетельств. Он лгал от первого до последнего слова. И, соответственно, там, это было очевидно для нас, я допрашивал его, как сторона защиты, и он человек лгал. Спрашивается, ну, зачем вы закрыли-то это? Вы были в интересах, опять же, обвинительного суда, заказного суда и много чего еще. Это не хватит передач, чтобы перечислить, каким образом ущемлялись права защиты и каким образом нарушались права моей подзащитной. Но очевидно, что заранее был известен результат. И только не будь вот этого всего политического давления, всего этого, что было вокруг процесса, мы бы сейчас и не узнали. Ее так же этапировали, как в Якутск, Сенцова, и мы бы говорили, ну, что же, вот еще один осужденный. Слава Богу, хоть так мы можем обсуждать это открыто, и Обама снимает трубку и звонит Путину и требует освобождения Савченко. Это и есть результат. А на суд полагаться этой вещи бесполезно. Я бы сказал два слова. Вообще ведь, когда ее задерживали, то никто не знал, к чему это приведет, что будет дальше. И авторитарный режим российский был абсолютно убежден, что он на этом выиграет. Но действия чиновников в авторитарно-тоталитарном государстве, как правило, приводят к результату противоположному их намерению. Знаете, строили коммунизм, отмирание государства в результате ни коммунизма, ни страны. А тут они рассчитывали, что они все докажут. В результате 28 лидеров государств Евросоюза заявили, что они солидарны с Савченко. Президент США заявил, что он ее поддерживает. Генеральный секретарь ООН Пан Гимун заявил, что во всех встречах с российскими делегатами он будет отставить права надежды Савченко. То есть полное поражение, полный проигрыш власти и победы Савченко. Но тут очень много аспектов. Я бы еще один хотел такой аспект назвать. Дело в том, что история СССР – это история неправосудия, беззакония. И какие-то выводы должны делать из этого и судьи, которые ее судили. Вот в 1952 году готовился суд над врачами-вредителями, в основном евреями, хотя там был целый ряд русских врачей. И умер Сталин, и всех выпустили. А организатор этого процесса, подполковник МГБ Рюмин, был советским судом приговорен к расстрелу и был расстрелян. Так вот, судьи, которые судят неправо, они должны понимать, что режим не абсолютный, что у нас будут изменения. Изменения будут скоро. И за все это придется отвечать. Полезно об этом помнить свою историю. Давайте Сергею Соболеву зададим вопрос. Как вы считаете, есть ли возможность обменять надежду на российских военнопленных, которые задерживаются в Киеве? Вам слово, Сергей. Я хотел бы прокомментировать предыдущий конструктор. Зачем нам далеко ходить? Достаточно посмотреть времена Януковича в Украине. Где сегодня все эти судьи, которые выносили неправомерные решения по Юлию Тимошенко и по многим-по многим другим, они сегодня либо в бегах, либо находятся сегодня под следствием. Поэтому тут я абсолютно согласен, что ответственность прежде всего будет лежать на тех, кто подписывает именем в данной ситуации Российской Федерации такие псевдорешения. Для нас это еще было принципиально, потому что процесс политический, который прошел, к примеру, над Тимошенко, над Луцен, на допустиме многими других, с кем пробовал расправиться Янукович, нам тоже тогда говорили, зачем вы наложите в политику? Пускай адвокаты, вот Сергей Власенко, идет исключительно только по эпизодам. Мы сразу же поняли, что это единственная возможность привлечь мировое внимание, внимание всей общественности Украины, даже в тех условиях каталитарного режима, который был при Януковиче. И я думаю, что это очевидно, что в конечном итоге все равно не все ответственность будут и прокуроры, которые фабриковали эти дела, и те же судьи, которые это делали. Но относительно возможности... Я думаю, что ситуация настолько серьезно далеко зашла, что уже способ, в который Надя будет освобождена, это уже как бы на втором плане. Ключевой момент это тот факт, что она должна быть освобождена. Какая форма будет найдена более приемлема для того же Путина? Потому что я думаю, что тут многие пойдут на уступки, мировые лидеры, для того, чтобы состоялся сам факт ее освобождения. Либо это будут эти два псевдо-ФСБшника, которые сначала заявляли, что да, они боевые офицеры-сержанты, потом отказывали от своих показаний, рассказывали, как их бросила Родина, чтобы с ними никто не имеет связи. Потом вдруг внезапно совсем другие показания давали. Так вот, мне кажется, тут уже сам факт обмена, это уже как бы второстепенная вещь. Потому что я думаю, что тут наверняка пойдут на какие-то факторы, которые дадут возможность и Путину выйти из этой ситуации, ну, хотя бы не таким униженным и приниженным. Но уже факты на сегодня налицо, что это произойдет. Иначе бы не было бы таких посылов мировых лидеров, не было бы посылов к тому, что это должно быть. И поэтому я думаю, какая форма будет найдена, это второстепенно. Главное, чтобы Надя была на свободе. Спасибо, Сергей. Марк, какие факты говорят о том, что Надежда не участвовала в операции, в результате которой погибли российские журналисты? Ну, они все, в общем, более или менее содержатся в уголовном деле. Потому что лукавством было сказать, что суд для этого был нужен. Дело в том, что еще в период предыдущего следствия, это между декабрем 2014 и мартом 2015, были получены основные по запросу документы из Украины. Это в частности биллинг с детализацией телефона, который свидетельствует, что Савченко фактически попал в плен в 10.46, а журналисты Корнелюка Волошин погибли в результате обстрела в 11.56-11.57 в этом промежутке. Это, так сказать, показания свидетелей также. Это те, кто были вместе с ней в плену. Там Синеговский, Гвоздяковский, в результате боя, который был в 9 часов утра, ну, между 7 и 9 часов утра, там были боевые действия в районе стукаловой балки, в результате которых, собственно, в плен и попала в конечном итоге Надежда Савченко это. Не говоря уже, так сказать, то, что по ходу выяснялось в дальнейшем, так сказать, это история с Карповым, прослушка, которую СБУ предоставила. Это сотрудник бывшей администрации президента из Сурковской части, да, который работал в ЛНР в качестве, так называемого ЛНР в качестве, там, то ли пиарщика, то ли консультанта, то ли, там, лица связи с Сурковым, который, собственно говоря, в этой прослушке, беседуя с Болотовым, значит, говорил о том, что Савченко интересна, и мы ее перекидываем бабушке. Бабушка условной терминологии, это ФСБ, что ей ее интересуются, хотят ее использовать для своих целей, чисто пропагандистских. Не говоря уже о том, что потом в дальнейшем выяснилось посредством экспертизы астрономической по теням Солнца, которые падают на записи, когда ровно в тот момент попадают в плен Савченко, астрономическая экспертиза, определено было время, там, плюс-минус 5-10 минут, это 10.40, 10.46. То есть, когда она уже дает в платке, значит, отвечает на вопросы, взявшие ее от некого Егора Русского. И было видно по этим записям, что время утреннее, то есть до обеда, это 10.46, это сделал профессионал-астроном из Института Штенберга, Вознякова, которая была в суде, мы ее заслушали, как сторона защиты, ее привлекли в качестве специалиста. То есть, и это я вам перечислил только часть. Солнце на нашей стороне. Солнце всегда на нашей стороне. Плюс мачта. Все обвинения, чтобы вы понимали, носят предположительный характер, что якобы Савченко залезла на мачту, с которой в бинокль, не корректировала огонь на расстоянии 2,5 километра, чуть больше, да. А мачта сейчас лежит. С мачтой никто не провел связанный эксперимент. И главное, ее никто никогда не видел на этой мачте. То есть, обвинение в соответствии с уголовным предстоятельством законов не может носить предположительного характера. Оно должно подтверждаться объективными и субъективными доказательствами. И поэтому просто другого ничего не было. По-другому они не могли поступить. И таким образом заказное это дело реализовалось через этот политический план, пропагандистский план Кремля. И суд здесь был лишь функцией. Понимаете? Я бы добавил, что действительно погибли на самом деле российские журналисты Корнелюк и Волошин. Совершенно ясно, что Савченко здесь ни при чем. Она не могла участвовать никаким образом в этой катастрофе. Но настоящих расследований, а почему погибли российские журналисты, российские власти не ведут? Почему они оказались в зоне боевых действий? Кто их туда направил? Почему у них не было соответствующих знаков? Почему у них не было защитного... У них и аккредитации не было. Да, они вообще там были незаконны. Кто их туда пустил? За это же кто-то должен отвечать. И еще одна вещь у меня... Ну, здесь много аспектов, да? Но ведь у Шукшина есть такой рассказ «Сердце матери». Значит, молодой парень вернулся из армии, готовится к женитьбе, поехал на рынок продавать там свинину и выпил в городе. И бляхой этой ремнем избил милиционера, сидит. Вот мать ходит по всем инстанциям и доказывает, что это ее сын, что он не мог быть виноват. Отпустите сына. Ну, мать и сын, да? Вот Порошенко предложил обменять этих наших спецназовцев на Савченко. Что тут еще... Что гадать? Что тут думать? Где хозяин, где государственный руководитель наше... Почему он плюнул на своих спецназовцев, которые сидят в плену? Почему он их тут же не поменял? Почему он тянет резину? Что это за родина? Такую родину надо лишать материнству, которые такие вещи устраивают. Я уже думаю не о Савченко, а о наших ребятах, которых предложили обменять. Плюнули на них, тянут и не меняют. Сергей Соболев, вопрос. Как вы считаете, кто должен здесь сказать решающее слово в этой идее обмена? Ну, может быть на них, не на них, но надежда Савченко, чтобы она вернулась на родину. Как вы считаете, Сергей, вам слово? Я думаю, что ключевой момент, я абсолютно согласен с вашей дискуссией, что Путину не надо было найти убийц журналистов. Я уже даже не беру тот фактор, как они попали, как они пересекли границу суверенного государства. Но сам факт, что если бы надо было найти убийц, то само следствие абсолютно по другому пути шло бы. Им не надо было бы находить Савченко, на который надо было бы навесить это убийство якобы. Поэтому я думаю, что тут это лишнее доказательство того, что человеке дальше абсолютно ничего не стоит для Путина, независимо от того, кто это в данной ситуации. Или это спецназовцы, или это убитые журналисты. Ему надо было показать шоу. Шоу и для, прежде всего, внутреннего, так скажем, зрителя, и для внешнего зрителя. И он считает, что у него это получилось. Поскольку даже те опросы, которые проведены в России, говорят о том, что да, там большинство, в небольшой процент, что, кстати, тоже удивляет, заявили о том, что они считают, что Савченко виноват. Поэтому я думаю, что здесь фактор обмена, это еще и фактор, а есть ли вообще ценность человеческой жизни для Путина, как таково. И когда, например, появилось первое заявление о том, что международного торговца оружием, или того, кто попался на операцию с торговлей наркотикой, готовы обменять, вот тут это было ценно для Путина, потому что тут был фактор даже не человека конкретного, а фактор того, что провалилась миссия конкретного представителя спецслужб Российской Федерации, и ему надо было вытягивать его из, например, как это предполагалось в Соединенных Штатах Америки. Поэтому я думаю, что здесь фактор обмена, это будет фактор, когда будут пробовать играть на так называемой равноценности. Потому что, казалось бы, ну, Савченко, да, офицер, но в данной операции это ведь не боевой летчик был, который был за штурвалом самолета или вертолета, это был человек, который принимал участие в обычных действиях, как абсолютно не влияющих на ход каких-то событий. И, казалось бы, поменять Савченко в данной истории на спецназовцев, которые попались на чужой территории, тот момент, когда Путин на весь мир заявлял, что там не может быть вообще российских солдат, что, да, может быть, какие-то там непонятные наемники, когда им одним числом надо было оформлять, что якобы они уже не имеют там контракта. Поэтому, я думаю, сам фактор обмена – это фактор неравноценности. Это фактор того, что для Путина человеческая жизнь – это ничто, и для него дальше будет этот фактор обмена, это только исходя из того мощного давления, которое оказывает мировая общественность и мировые лидеры. Это будет срабатывать. Спасибо, Сергей. Марк, оправдывается, что родственники ни коронавируса, ни Волошина не стали поддерживать обвинения? Нет, там не совсем так. Дело в том, что родственники выступали в качестве потерпевших в соответствии со своим процессуальным статусом. Не все смогли. Умерла в период судебного следствия мать Волошина. Она болела, не знаю, насколько повлияла гибель сына, но, наверное, решающим образом повлияла, конечно же. Там было немного другое. Они не заявили исков материальных к Савченко в качестве компенсации, что является практикой. Если бы они признавали это обвинение. Я думаю, поскольку выступали по видеоконференц-связи отец Корнелюка, супруга и так далее, мне кажется, они сами не верили в то, что Савченко действительно причастны к гибели их близких. Я думаю, что они это осознавали, потому что люди там... Одна из супругов покойного была судьей. Я думаю, она как юрист более или менее понимает. Но, понимаете, там действуют какие-то правила. Их там вовлекли сотрудники ФСБ, которые сопровождали это дело, с ними инструктировали, как надо отвечать и что надо. Они ничего предметно сообщить не могли, как потерпевшие, допрашивали только как относительно субъекта, то есть относительно личности этих людей. Они были достаточно обычными журналистами, Волошин-Корнелюк. Другое дело, они выполняли редакционное задание, поехав на территорию непризнанной ЛНР, в частности, и проникли туда, так сказать, как гражданские лица. Понимаете, они как журналисты действительно получали аккредитацию, потому что если бы они ее официально получали, им бы запретили находиться в этой зоне киевской власти, сказав, что это опасно. В конечном итоге я могу сказать, что гибель Волошина-Корнелюка – это большая военная случайность. Они не должны были там находиться, и они не должны были погибнуть по той простой причине, что огонь велся, так сказать, между противоборствами сторонами, комбатантами из батальона «Заря» и проправительственными войсками. Взаимный обстрел, и все, кто могли попасть в зону обстрела, могли и погибнуть. Раздает осколков 200 метров, вы понимаете? Им не надо было там находиться. Но я еще раз повторяю, что мне кажется, что родственники более-менее понимают, что Савченко не причастен к гибели их близких. — Только что пришло сообщение, что Юлия Тимошенко заявила во Львове, что есть договоренность на уровне президента США и канцеля Германии о возвращении Надежды Савченко в Украину. — А Путин входит в договоренность? — Я могу пояснить, если хотите. Я вот сегодня виделся... Да я знаю, Юрий Владимирович правильно все говорит. Я виделся буквально сегодня с главой Сената Франции. Он пошел от меня. Я в посольстве был приглашен, с ним беседовал. Он пошел на встречу с Путиным вместе с послом Франции. До этого я видел с участник переговоров со стороны Соединенных Штатов в Кремле с одним из участников, который проводил Керри. От всех я слышал о том, что Путин обещает и говорит, что да, мы ее отправим, да, мы ее освободим. Но не говорит двух вещей. Как и когда? Он никому этого не говорит. Я считаю, что это некая игра со стороны Путина, Кремля и окружения. То есть играть в публичной и непубличной сфере. Публичный Песков, например, заявляет, что нет никаких договоренностей. Мы ни с кем ничего не обсуждаем. При том, что прозвучало предложение прямое публичное президенту Украины прошивка. Пожалуйста, давайте за Ерофеева Александровна обмен произведем, значит, на Савченко. Ответа не прозвучало. А не публично он всем обещает, всем, и Лавров, и он, что да, конечно, мы ее отпустим. Вот дождитесь определенного момента. Вот приблизительно вот так выглядит эта игра. Между прочим, украинская сторона говорит о том, что есть два варианта освобождения Савченко. Один вариант – это обмен на Александрова Ерофеева. А второй вариант – признать ее виной, чтобы она отбывала наказание в Украине. Украинская сторона готова к любому варианту. А там не надо признавать вину. Это конвенция о выдаче осужденных. Ну, то есть она будет без обмена, она будет отбывать наказание. А они признают приговор. Они готовы к любому варианту, только спасти своего человека. Ну, правильно. У Нади Савченко есть родина, у Нади Савченко есть люди, которые за нее переживают. Кто за нас переживает. Мы никому здесь не нужны. Если ты не работник спецслужб, и если ты не чиновник высшего уровня, тебя никто спасать не будет, она на тебя плевать тысячу раз. Ну, здесь надо добавить, что, посмотрите, Савченко, военнослужащие и героиня. Кто-нибудь в России считает Ерофеева и Александрова героями. Вы понимаете, здесь работает стандартный советский нарратив в том, что, значит, раз ты попал в плен, ты предатель. И я думаю, Путин, когда, ну, он вообще пренебрегает всеми этими гуманитарными вопросами, ему вообще действительно людей наплевать. Но я думаю, он руководствует совершенно сталинской этой формулой, что, ну, что же они попали в плен, да еще и раскололись, сказали, что они спецнации, военнослужащие Министерство обороны, значит, предатели. Да, но вообще при Хрущеве были приняты изменения в военных уставах, на котором человек, попавший в плен, не рассматривается автоматически как предатель. А Сталин был вынужден вести такое законодательство, потому что иначе Красная Армия могла перейти на ту сторону. Это справедливо, но мы-то говорим о морально-этической стороне. Не столько об уставе, сколько об отношении. Запущено в нашей квадро-государственности, что... Марк, я вообще сравниваю этот процесс с Лепсевским процессом. Меня за это некоторые так осуждают, что вот как Димитров был против Геринга, против всей машины Третьего Рейха. Вы знаете, я думаю, можно найти более... Димитров смог показать свою невиновность. Более такие, более очевидные аналогии, они есть, потому что там более специфический был процесс с Димитровым и поджогом Рестага. Есть здесь общее в чем? В том, что мы имеем дело в нынешнем виде с корпоративным государством, авторитарной системой. Я считаю, что у путинского режима куда больше схожих особенностей с Салазаровской Португалией. Ну, скорее ранней, может быть, отчасти поздней в Франкистской Испании. Хотя есть элементы раннего национал-социализма, например, что касается судов. Я считаю, это очень похоже на фольк-суды в Германии. Они тоже выполняли некую функцию. С одной важной разницей. Все эти системы были идеологические. Путинская система вне идеологической. Ей вообще наплевать на идеологии. Сегодня можно так, но завтра редак и так далее. Все авторитарные системы живут лозунгом дня. Вот в части интересной нам речь идет о судах. Понимаете, кое-где-то суды работали. То есть, например, в той же Франкистской Испании суды были достаточно отдельным, самостоятельным механизмом внутри корпоративного государства. Здесь вообще обнуление идет. Суд не только политический, но и в других сферах общеуголовных суд отсутствует как институт, как ветв власти. Поэтому я бы сказал, что очень похоже на суды разные, которые были подобного рода. Больше все-таки я вижу общего с военными судами, когда судили людей, привыкали к ответственности по военным преступлениям. Но опять же, здесь несправедливость и политический заказ слишком очевидный. Я думаю, что процесс Савченко войдет в историю как некое самостоятельное пример, образчик, если хотите, авторитарного суда в нынешней России, России 21 века. Да, но смотря как он закончится, я бы хотел клеить Левскийский, чтобы Дмитрова обменяли, вернули вас. Да, Дмитрова вернули. Правда, конец Дмитрова был все равно печальный, потому что, как известно, Сталин приказал его оперировать и на этом закончить. То есть он умер на операционной. Попова и Танева, его же друзья, просто расстреляли вас. Да, да, да. И поэтому памятник Дмитрову, который стоит на улице Дмитрова, Дмитров там стоит с кулаком, обращенным в сторону Кремля. То есть если все эти истории разворачивать, там получается картина очень трагическая. Если говорить о Гитлере, конечно, это один из трех, Ленин, Сталин и Гитлер, это три самых страшных преступника 20 века. Но вообще-то Гитлер победил на выборах. И Гитлер не отменил ни одной статьи немецкой конституции. Большевики никаких выборов никогда не проводили. Точнее говоря, они провели выборы в учредительное собрание, проиграли и разогнали учредительное собрание. Поэтому здесь нет никаких законов. А нынешняя РФ является правоприемницей Советского Союза. Отсюда все наши беды. Еще одна деталь. Я с вами в одном пункте не согласен. Вот вы говорите, что нет никакой идеологии. Она на самом деле есть. Только она выражается не в том, что мы строим коммунизм или антикоммунизм или еще чего-то. Или арабский, исламский радикализм. Суть нынешней идеологии в том, что власть всегда права. И все, что делается, делается в интересах правящей группировки. А ради этого иногда нужно говорить, что расстрел в Катыни – это катастрофа. А иногда нужно говорить, что Сталин – великий вождь. Но это всегда интерес проще. Я в традиционной плоскости нахожусь. Я говорю о... Старой идеологии, конечно, нет. Да, почему старой идеологии? Нужно, да, тоже мотивировать. Они не могут новую создать. Они старую потеряли, а новую создать не могут. Есть квазисуррогат, это суррогатное, вот имперство. Это же тоже, так сказать, вполне себе идеологический нарадив. Если я сейчас буду защищать Российскую империю, я всегда за Россию. Давайте мы Сергею Соболеву дадим слово. Сергей, как выглядит машина российского судопроизводства? Как Фемид или как машина орудия произвола судебного? Вам слово, Сергей. Вы знаете, мы это все видели в недалеком прошлом. Все очень схожее. Те же команды, которые прямо отдаются через нужных людей, близких к Путину. Путин принимает решения по самым-самым грязным вещам, как это принимал, например, Янукович. Есть ответственные люди, которые прямо общаются с судьями, которые прямо общаются с прокурорами. Понятно, что Путин сам не унижается до уровня судей или прокуроров, и эта вся машина работает очень налаженно. Но, вы знаете, я думаю, в ходе нашей дискуссии, а в конечном итоге, хорошо изменится ситуация в России, а кто ненават в гибели тех же журналистов? Кто, мне кажется, в гибели сотен и сотен солдат, офицеров, которых Путин отправлял фактически на смерть? Но в конечном итоге все равно придется отвечать ему. Потому что он отдавал этот приказ. Да, он заручился поддержкой Государственной Думы, и за это фактически моральную прямую ответственность депутаты, все, которые проголосовали за это, Российской Госдумой. Но в конечном итоге ответственность личная Путина. И вот точно так же, как, к примеру, через много-много лет начали предъявлять прямые диски к Франко, погибшие, точнее, родственники погибших жертв этого режима, как это было во многих других странах, я уверен, что это все равно восторжествует, как справедливый акт возмездия. Потому что мне все это, вот напоминает Савченко еще один не такой далекий пример из нашей советской общей действительности, когда, помните, в связи с тем, что существовала смертная казнь, многие были осуждены, и потом через какое-то время оказывалось, и уже приговор был приведен в исполнение, потом через некоторое время оказывалось, что они не были убийцами. Причем это как-то так происходило в основном по серийным убийствам. Мне кажется, что элемент этот, который присутствует, когда ядно заказное дело, при наличии таких фактов, которые свидетельствуют 100% о невиноватости Савченко, это всеуместик дает повод сказать об одном, что в конечном итоге Путину придется отвечать за все, что он сделал, и в Украине, и не только в Украине. Да, вот к Пиночету, помните, были персональные иски, его ведь тоже под судом он находился. Ну да, Пиночет тоже был из следствия, потом он разыграл тяжелую болезнь, его освободили от следствия, потому что он был в состоянии здоровья, потом оказалось, что он совсем не так болен. Но если вернуться к этой теме, я бы еще раз вот что подчеркнул. Ведь немцы отвечают за Вторую мировую войну, немцы несут моральную ответственность. То есть Нюрнберг осудил действия фашистской Германии. А почему? Именно не только Гитлера, но и тех, кто вел эту войну. Потому что Гитлер победил на выборах. У нас почему я должен отвечать за действия властей, которые я не выбирал? У нас нет нормальной избирательной системы, я все время об этом говорю. Если мы не проведем наш русский Нюрнберг, то отвечать будем мы. А если мы проведем русский Нюрнберг, то отвечать будут власти, которые все это вытворяют. Я с этим не соглашался и всегда занимал такую позицию. Поэтому трудно. Конечно, я понимаю, что Украина, где идет война, где погибает 10 тысяч человек погибло. Конечно, они смотрят не на Путина, а на русских смотрят, как на врагов. Но это эмоциональная ситуация. Кстати, вот наш клуб, я ведущий клуба России. Мы для надежды собирали деньги, помощь. Единственный раз появились координаты, данные о том, как ей помочь. Мы собрали деньги, и она потом написала, что мы даже не ожидали, она даже не ожидала, что в России есть такие люди. Она половина денег отдала фонд, ты самый, доктор Лизы. Она осознала, что много она получила. Марк, а вы поддерживаете создание списка Савченко, который сейчас... Ну да, я даже принимал в него участие. Мы давали данные на следователей прокуроров, судей, потому что мы как защитники увлечены в этот процесс, и я поддерживаю. Идет он не очень просто. В Украине понятно, что он не встречает препятствий. Не очень просто он идет в Европе, США. Ну, например, вы знаете, относительно Путина была дискуссия. Он действительно пользуется международным иммунитетом, как глава государства. Нести его в список, запретить въезд, заморозить активы, это непростой вопрос. Вот, равно как и некоторых лиц, которых я, например, направлял так же, ну, надеюсь, что этот вопрос не закрыт, и журналистов разного рода, пропагандистов, точнее, они будут туда внесены. Это большая работа, и она займет очень много времени. Это не один месяц, так сказать. Но я надеюсь, что она увенчается некоторым успехом. Список Савченко вполне можно реализовать. Сергей Соболев, вы вот там, на Украине, считаете, может быть, надо расширить список Савченко за счет каких-то, вот вы говорите, всех депутатов Думы, может быть, сенаторов? Сергей, вам слово. Несомненно, этот список надо расширить, чтобы каждый человек понимал, что в конечном итоге будет ответственность. Но, обращаясь к вас к предыдущей дискуссии, у нас, я не думаю, что есть вот такая ненависть, как там, возможно, кто-то думает даже на фоне этих тысяч и тысяч жертв. Тех людей, которые покалечены войной, ненависть к русскому. Я думаю, что как раз процесс над Савченко, он очень четко дает ответы на вопрос, что есть разные люди в любой стране. У меня, например, ненависть к моему однокласснику Глазьеву, которого я считаю главным идеологом Путина, который разрабатывал целый ряд операций, каким образом в конечном итоге закончится это все кровопролитие. Я считаю, что таким людям прощения нет. Тем более, это человек, который учился в украинской школе, это человек, у которого семья там в Украине, он сам здесь был, он чудесно ориентировался в ситуации, он неоднократно приезжал в Украину, когда у него еще не было этих завершений. Вот я считаю, что таким людям прощать нельзя, потому что они точно так же, как идеологи фашизма, который привел к миллионам и миллионам жертв, должны ответить в конечном итоге за то, что они сделали для страны, которая была родительницей. Поэтому мы, конечно же, разделяем таких людей. И я думаю, что в этом плане абсолютно объективное отношение к каждому. Я говорю еще раз, что процесс Масапченко показал, какое количество людей в Российской Федерации, которые абсолютно адекватно воспринимают даже в условиях этой тотального вранья, этой тотальной пропаганды, абсолютно правильно воспринимают все, что происходит. Ну, знаете, правильно или неправильно, я вам скажу такую деталь из небольшого личного опыта. Ну, действительно, я редко смотрю наше телевидение, поскольку все считают, что это сплошная мифология. Вот на прошлой неделе я как раз посмотрел программу Ирада Зайналовой, первый канал, и там был материал по Савченко. И я впервые понял, почему многие люди у нас считают, что Савченко преступница. Потому что если смотреть такие каналы, а есть целый ряд регионов в стране, где виден только первый канал и второй канал, и больше ничего нет. Если смотреть такие программы, то ты действительно будешь настроен против бандеровцев, против фашистов, и любой дебедень тебе может вбить в голову. Вот. Поэтому вот есть такие люди, и очень многое зависит от пропаганды, от того, как устроен информационный канал, от того, что мы слышим и способны ли мы самостоятельно мыслить. Интересно то, что вот 15% населения, несмотря ни на какое промывание мозгов, не приемлет домогогию, не приемлет ложь, не приемлет официальную мифологию. Марк, какие дальнейшие будут действия защиты? Вы знаете, ну тут надо разделить на политическое направление и процессуальное. Что касается процессуального, на самом деле не все так уж безнадежно, учитывая отказ от надежды, от апелляционной жалобы. Вы знаете, я подал петицию в рабочую группу по незаконным задержаниям приуполномоченному ООН, Антон Денесову, значит, в Женеве, и мы в апреле ожидаем ответа. Это дежурная достаточно процедура, она более свойственна применять ее к странам, где откровенная диктатура, и она разменивалась именно там, но в данном случае, так сказать, у нас хорошие шансы, что там будет принято решение. Это второй вопрос, выполнен этого в России или нет. Но это параллельный институт процессуальный, так же, как и Европейский суд по правам человека. Потом, вы знаете, сейчас я прорабатываю вопрос с тем, чтобы все-таки не терять возможности, в исключительных обстоятельствах, но это один шанс из ста, что Европейский суд может даже без второй инстанции принять жалобу на приговор к рассмотрению, если при условии, что действительно возможность обжалования в второй инстанции и иных инстанций судебных в национальной юрисдикции, в общем, бесполезна и была предсказуема, и тем более на фоне голодовки. То есть это, конечно, будет решать сам суд о допустимости жалобы, но это вопрос процессуальный. Теперь, что касается политического. Я хочу подчеркнуть, что мы продолжим свое давление, это прямое указание Надежды, она считает, что нужно продолжать это давление с тем, чтобы реализовать план по обмену или любому другому способу освобождения. Хочу подчеркнуть их два. Формально, если исходить из законодательства, первое, это помилование, от которого отказывается писать прошение сама Савченко, но мы знаем слишком хорошо нашу систему, в ней и без бумаг, если захотят, сделают в течение минуты. Конечно. Второе, это отбывание наказания, то, о чем говорят, это конвенция 83-го года о выдаче осужденных. То есть, соответственно, выдать ее в Украину с тем, чтобы она отбывала наказание, при этой процедуре не нужно ни признания вины, ничего. Нужно только согласие Савченко по запросу НЕСКО, Савченко опрашивает прокурора надзирающей, готова ли она вернуться для отбывания наказания в Украину, и не грозит ли ей что-то там, и так далее. Она формально подписывает согласие, и все. Другое дело, что сама Украина действительно должна признавать приговор. Но даже отправив ее туда, вы понимаете, что профессионально есть масса возможностей, президент ее милует, Порошенко, и дальше уже они в судебном порядке отменяют все по отношению к Савченко в российской юрисдикции принятые судебные решения. Это техника. Эта техника не стоит даже по этому поводу заморачиваться, потому что это все решаемо внутри Украины. Вот мы этим будем заниматься. Я буду в свадьевропарламенте, меня пригласили еще в ряде мест, и это будет в течение апреля. Плюс мы посмотрим, как быстро будет происходить вопрос ее этапирования надежды в колонию. Я думаю, что это будет в Мордовии, К-2 или что-то подобное. Ну и, собственно говоря, в соответствии с этим будем принимать какие-то решения. Я скажу, Город Куреку, самое главное спасти жизнь, самое главное спасти человека в любой форме. Признавайте что угодно, она не признает. Пусть Украина признает, ради бога, лишь бы ее вытащить и спасти, а дальше может действовать. Да, вот все правозащитники говорят, что женщины иностранки отбывают в Мордовии. Так и есть. Так и есть, да. Так и есть, там специальные колонии, но мы же понимаем прекрасно, что могут и в Березняки отправить, в Пермь, где там, например, Алёхи. Самый страшный лагерь, по-моему. Да вы знаете, они все не очень хороши. Я просто дам справку, женщины в России не могут быть осуществлены к другому режиму, только к общему. Женщины только общий режим отбывают. А вот мужчины там и особые, и усиленные, и так далее. Поэтому сидят все вместе. И те, кто небольшой степени тяжелых совершенных преступлений, кто тяжкие и так далее. Другое дело, что действительно зоны, в которых в основном содержатся иностранки, они, конечно, могут быть чуть комфортнее, потому что там режим другой, вас могут посещать консулы, право на звонки, как иностранному гражданину. Это все тоже нужно защищать, реализовывать как-то и так далее. Плюс Савченко, которая много голодала, то так, то эдак, ей необходима медицинская помощь. Значит, конечно, Мордовия тут в каком-то смысле предпочтительна. От Москвы это 5-6 часов на машине. Даже для доступа, защиты, родственников это было бы лучше. Поэтому посмотрим. А где же не пускают ни украинских, ни немецких врачей не пускают? Пока. То есть это целая история. Ну, там есть сказать, что он жест неприлично сделал во время своего последнего слова. Это ясно, в общем, здесь жест. Еще бы он, спасибо им сказал за то, что их схватили и два года держат. Сергей Соболева, тогда вопрос. Как вы считаете, Сергей, ну, давайте так, поставим вопрос. Если попадет Надежда в места заключения, то труднее ли будет вот эти механизмы реализовать, о которых вы говорили, и ее поменять на российских этих военнопленных? Знаете, я думаю, что тут важен факт сам возвращения Англии в Украину. Откуда это будет происходить? В какой способ? Единственное, я могу сказать, что буквально 18 апреля стартует очередная сессия Парламентской Ассамбулы Совета Европы, где украинская делегация этой поддержки многих делегаций других стран вносит вопрос о специальной процедуре рассмотрения именно вопроса по НАПСА. Я думаю, что это тоже будет очень существенный момент. И вы знаете, я вот буквально на прошлой неделе, как получилось, был на дне рождения у мамы Анади Савченко, у Марии, когда я увидел эту женщину, ей 78 лет, я понял, что Путин связался не с той семьей, с этой женщиной. Вы видели ее глаза, ее проникновенность. Я думаю, что вот Надя – это прямое продолжение этого рода. И я думаю, что в этом плане самое главное, чтобы Надя была здорова, чтобы она смогла выдержать все это, и этот момент ее этапирования, освобождения, мена, если он только наступит, я понимаю, что это будет самое главное в этой истории. – Игорь Иванович, как вы считаете, Кремль способен вообще на какое-нибудь милосердие, на покаяние? – Нет, я думаю, что такие категории для чиновников отсутствуют. Вы спросили о покаянии, я вспомнил давнюю ситуацию во время перестройки, я очень жестко спорил один раз с партийным функционером, его просто оскорбил. И мне стало неловко, ну вот я его задел уже лично, да, я потом к нему подошел, говорю, вы знаете, лично к вам у меня нет вопросов, я не согласен с вашей позицией. На что он не ответил, если бы я ошибался, обижался на ваши слова, я был бы профессионально непригоден. Мне абсолютно наплевать, что вы тут говорили и как вы говорили. Вот этот принцип, он работает и сегодня, номенклатура вне эмоций, вне морали, в этом страх, в этом опасность для всех. Потому что эти люди действуют только из личных интересов, остальное. Если на них оказывается давление, в котором они проигрывают больше, чем получают, тогда они прогибаются. Ну да, они не рефлексируют вообще, не рефлексируют, это абсолютно точно. Можно судить любого, по любой статье, в этом смысле нет суда, можно любую статью приписать, абсолютно плевать, кто что скажет, то что делает. Марк, как вот вы, если сравнить с процессом Пуссирайт, как здесь усовершенствовали российской эфемиды свое лицемерие и свое ижуидство? Вы знаете, они сделали выводы из Пуссирайт. Да, они сделали выводы какого свойства? Ну, например, чисто технические. Например, увод процесса из Москвы. Это сознательно вывод, который они сделали, что не надо в Москве проводить крупных шумных процессов такого рода. Вот есть возможность, убери в провинцию и так далее. Поэтому они изменили в самый последний момент, в самый последний момент, уже конца следствия, перед 217 статьей, перед ознакомлением, изменили, собственно говоря, фактически подсудность, обвинив Савченко в пересечении границы именно в Донецке, в нерегулируемом этом переходе, в пункте перехода Северный, для того, чтобы подсудность была именно там, вместо Москвы и так далее. То есть это один вывод. Второе, вы знаете, они перестали делать шумных программ, как Мамонтово. Вы помните, у Мамонтово целые программы были по Пуссирает, эти скрепы. Кощуницы. Да, Кощуницы, там, сказать, меня полоскали. Ну, меня-то, ладно, меня из раза в раз, так сказать, я враг государства. Но они сделали выводы, что не надо слишком тоже накручивать историю, нужно просто штампами работать. Работать штампами. Не надо творческого развития истории. Не надо. В Пуссирает, вы помните, стояние было и так далее. Сейчас это, я просто точно знаю, что им сказали, не надо ша, не надо вот этого ничего, потому что это только привлекает еще большее внимание. То есть и так-то, в общем, они несчастливы от того, что, значит, эта история получила, значит, такое развитие. Но мобилизовывать электорат, они сами через свой зомбоящик, так сказать, регулируют этот вопрос, но без креатива, не надо креатива. То есть вот стандартный проект Зейналова или какого-то вот этого, я не знаю, на ТВЦ, вот мне тут передавали. Бабаян. Бабаян, да? Я даже не знаю, кто такие. Есть такой. Вот такого вот это, пожалуйста. А вот чтобы, знаете, с состоянием, с репортажами, не надо. Вот. Это важно в пропагандистском плане. И плюс, конечно, Пуссерайт, давайте прямо говорить, это была все-таки история очень лайтовая. То есть прямо скажем, потому что, ну что, танцы, населье, храме. Если бы Путин не отреагировал изначально, так, патриарх, там, и так далее, то могло бы обойтись. Но они же задали крен этот изначально. Так сказать, здесь история на фоне войны, здесь реальные жертвы, смерть, кровь. Здесь война, понимаете? Здесь все гораздо серьезнее. Пуссерайт это развлечение. Ему хотели дать семь, дали два, слава богу, отсидели год и десять месяцев. Вот. При том, что они сломали одну из участниц, ну бог с ним. А здесь они столкнулись с проблемой, которую приходилось в том числе маневрировать, по ходу решать. Если вся история Пуссерайт, следствия вместе с судом длились восемь месяцев, тут уже два года, считайте, вот скоро будет два года. Поэтому здесь они сделали некоторые выводы. Другое дело, что это не помогло. А что? Понимаете, все равно история получила этот размах, который она получила. Сергей Соболь, вопрос Пуссерайт тоже многое непонятно. Потому что если они оскорбили церковь, то церковь-то исходит из того, что бог есть. И тогда бог и покарает. Зачем же еще суд? Я означаю, вы говорите, об этой церкви мы же знаем, что там и как. Нет, ну, Сергей, с вами вопрос возникает. По-вашему, Россия, вот осудив Надежду Савченко, признала себя тем самым воюющей стороной, как вы считаете, Сергей? Что раз она ее рассматривает? В данной ситуации, ну, я думаю, что сам суд, это и есть признание того, что Россия – это воюющая сторона. Иначе как там могли быть все те обстоятельства, которые прилагаются к этому, фактически, искусственно сшитому процессу? Поэтому сам процесс НадСавченко, хотел того Путин или не хотел, это фактически процесс, который доказывает. Да, Россия прямо вступила в эту войну, Россия прямо находилась на территории суверенного государства, ее войска находились. И почему, я думаю, очень важно было в приговоре указать, что Савченко незаконно пересекла границу? Именно для того, чтобы опровергнуть факт задержания ее на территории суверенного государства. А кто бы это и делал? То ли это Плотницкий, то ли еще кто-то. Поэтому я думаю, что уже сам факт этого процесса доказывает, да, Россия греша, Россия вошла на территории суверенного государства и фактически совершила актогрессии. Спасибо, Сергей. И вы согласны, Игорь Борисович? Относительно признания факта войны, на мой взгляд, это очевидно. Понимаете, у нашей пропаганды есть один прием, который всем осточертил. Какие факты не приводят, какие документы не приводят, каких свидетелей не приводят, ответ один. Это ничего не доказывает, это ничего не доказывает. Вот как только звучит фраза «это ничего не доказывает», значит, спорить больше не о чем. Меня интересует другая вещь. Например, вот известно ли вам, сколько наших граждан российских задержали, арестовали, судили за солидарность надеждой? Сколько здесь пострадал? В одной только Москве. У меня, как минимум, человек пять моих друзей, которые оказались в полиции за пикеты одиночные, потому что они идут на все, чтобы доказать, что мы вместе с Надеждой. Нет, но речь идет о административном задержании, да? Да, идет на сотни, но уже есть и уголовные осужденные. Тот же Эльдар Дадин, который участвовал в акциях за пикеты, за так называемую административную приюдицию, что абсолютно беззаконно, абсолютно, так сказать, является беззаконием. Значит, он осужден по уголовной статье, вы знаете, уже прошла вторая инстанция, на два с половиной года, и выступал, конечно, корифей, адвокатуры Геннадий Маркевич Резник, мой, так сказать, учитель, так сказать, духовный, и, в собственности, не помогло. Анастасия здесь у нас золотого, сейчас его супруга бывает. Ну да, да, но то есть речь идет о том, что нет суда, что Резник, что не Резник, какая разница, если нет суда. Не правовое государство. Да, и поэтому, значит, это никакой роли не сыграло, но вот эти люди, да, привлечены и к уголовной административной ответственности именно за поддержку Украины. Ну что ж, мы видим, что есть какие-то ресурсы, да, для того, чтобы сценарий пошел не по самому худшему варианту, может быть, трезвые головы найдутся или в Кремле. Или где-то в других местах, где принимаются решения и надежде удастся вырваться из лап российских больших камочек Фемиды. Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире на Ланах радио «Свободы», за счет программы «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Итак, программа Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Левов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова